здравствуйте друзья сегодня 1 мая 2019 года даже уму непостижимо мы сейчас с георгичем забрались вот на эту скалу вот буквально в полном параде вот там смотрите идет веревка она там в начале толстая потом вроде бы потоньше связанная потом вообще в канат превращается и заканчивается бельевой веревкой я когда по этому толстому каната лес я так его серьезно так скажем с полной надеждой на него так скажем уповал а потом когда увидел эту бельевую веревку привязанную за какой-то металлический колышек думаю не зря я конечно надеялся ну ладно слава богу все закончилось благополучно и мы сейчас с георгиевичем посетим женщину ей 90 лет и она здесь вот в этих местах каждое лето живет и начиная знаете со времен оккупации а еще в детстве они здесь прятались от немцев и вот до сих пор она здесь прячется ой прячется живет георгиевич я иду ну давай ну давай здравствуйте с праздником вас да меня александр зовут очень приятно тоже казак конечно да просто вот китель да 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 конечно тут да 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 а вы когда здесь сюда пришли только вот оборудовать обживаете вот такая скамейка такой вид вот вот ну друзья ну просто красота просто чудес я сейчас конечно съемку прекращу потому что не хочется скучать женщин своим фотоаппаратом вот но просто я хочу чтоб вы посмотрели как здесь замечательно о украина куда то и вот ну кто украина кроме на украина как в фильме три плюс два а то есть люди Здесь отдыхают, вот женщина вот эта пожилая, она здесь уже давно, я говорю, еще со времен войны, вот, но кто-то приходит, находит это место, разбирает здесь палатку, а потом все вот так вот бросает, здесь же вот и матрасы какие-то, и еще что-то там, ну, как бы сделано, так скажем, с любовью и кем-то. Ну, зачем же вот так вот после себя оставлять вот такой бардак, все это оставлять под открытым небом, под дождь, ну, просто это, ну, некрасиво, это по правилам, вот, зимовья, да, то, ну, нельзя так это сделать. Куда? Да, стоп вот сюда, кто разгнил. А, это от ветра, да, или от чего, или так? А чтоб не сыпалось? Да, 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 и осыпается. Ясно. Какой красивый цвет у лишайника. Прямо даже не назовешь его, какой-то такой желто-оранжевый. И в нем же еще вроде бы как и зелень присутствует. Но очень красиво. Вот камни для чего-то здесь собраны. Мелкие. Тоже. Ну, для какой-то цели, видимо. Кусок каната. Вот мне вот тот канат бы там завязать. А то вот действительно я так вот думал, что крепкая веревка, а там на белевой веревке. Вот если бы она оборвалась, я бы полетел. Вот. Ну, вот это вот все побережье. Красиво, конечно, смотрится. А вода сегодня вот у берега такая зеленая. И цвет такой вот... Трудно определить. Тискашковый бы его не назовешь. А это вот можжевельник. А плоды его... А мы купались. А мы купались. А мы купались. Вот. Вот. Такой плод. Я его пробовал уже однажды. Он вполне съедобен и, думаю, полезен. Такой хвойный аромат. Как будто бы шишку ешь. И в то же время немножко хвостит. Хорошо. Вот их там много видно. Синенький. Синенький. Ну, вот, друзья. Это... Вот такое интересное место. Вот еще бревно. Еще бревно. Угу. Где? Где и дает у него. Да. Да. Ну, хорошо. Да, да, да. Вот. Вот сюда. Вот сюда. Ага. Кому понравилось это видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. А смотрите мои видео про Сосновку. Как мы с Георгиевичем спускались по красивейшей тропе. Здесь вот на Варваровской щели. Вот. Это видео будет размещено вот здесь. Вот. 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 Всего вам доброго. Это первая часть. А тут будет вторая. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok До встречи в следующих видео.